Урок седьмой. Отвлечение. В позиции, изображенной на этой диаграмме, белая ладья атакует черную ладью на f8, которую в свою очередь защищает черный король. Белые играют. Слон на h7, шах, отвлекая короля от защиты ладьи. Черные вынуждены играть король, бьет h7. После этого белые забирают ставшую беззащитной черную ладью. Ладья бьет f8, выигрывая качество и получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в том, что жертвой слона на h7 белые отвлекли черного короля от защиты ладьи. Переходим к следующей диаграмме. Здесь вход черных. Черный ферзь нападает на белого ферзя, который в свою очередь защищен ладьей. Черные играют ладья e1, шах, отвлекая белую ладью от защиты ферзя. Белые вынуждены играть ладья, бьет e1. После этого черные забирают ставшего беззащитным белого ферзя. Ферзь бьет d4, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации черных явилось то, что ходом ладья e1, шах, черные отвлекли белую ладью от защиты белого ферзя. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Ферзь белых атакует черного ферзя, которого в свою очередь защищает черный король. Белые играют ладья на a8, шах, отвлекая черного короля от защиты ферзя. Черным не остается выбора, как играть король, бьет a8. После этого белые забирают ставшего беззащитным черного ферзя. Ферзь бьет c7, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации белых заключалась в том, что жертвы ладьи на a8 белые отвлекли короля черных от защиты своего ферзя. Переходим к следующему примеру. Здесь ход черных. Ладья e7 угрожает объявить мат с поля e1. В свою очередь белый слон на d2 защищает это поле. Черные играют ладья на c1, шах, отвлекая белого слона от защиты поля e1. Белый вынужден играть, слон бьет c1. После этого черные объявляют мат. Ладья e1 мат. Обратимся к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что жертвы ладьи на поле c1 они отвлекли белого слона от защиты поля e1. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации отвлечения. Правильно. Ферзь бьет a3, шах, отвлекая белого слона от защиты поля a2. После вынужденного хода белых слон бьет a3, черные объявляют мат. Ладья на поле a2 мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея жертвы ферзя на a3. Было то, что белый слон отвлекался от защиты поля a2, которое он перекрывал от удара черной ладьи. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью комбинации отвлечения. Правильно. Ладья бьет f7, отвлекая черную ладью от защиты восьмой горизонтали. После хода черных ладья бьет f7, белые объявляют мат. Ладья е8, шах. Ладья f8. Ладья бьет f8, мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации белых было то, что жертвы ладьи на f7 белые отвлекли черную ладью от защиты восьмой горизонтали. Переходим к следующей позиции. Здесь ход белых. Выиграйте с помощью комбинации отвлечения. Ферзь бьет f6, ферзь бьет f6, шах, отвлекая черного ферзя от защиты ладьи. После вынужденного хода черных ферзь бьет f6, белые забирают ставшую беззащитной черную ладью, ферзь бьет d7, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации белых было то, что жертвой коня на f6 они отвлекли черного ферзя от защиты своей ладьи. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Выиграйте с помощью комбинации отвлечения. Правильно. Ферзь на f1, шах, отвлекая белую ладью от защиты поля e4. После хода белых ладья бьет f1, черные объявляют мат. Слон e4, шах, ферзь f3, слон бьет f3, мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что жертвой ферзя на поле f1 черные отвлекли белую ладью от защиты поля e4. Переходим к следующему уроку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова